Узнаете его? Да, его уже все забыли, но песни Игорька мы помним. Сел делать озвучку, но что-то вообще никак. И прикиньте, это мой рабочий стол. Вот тут я сижу и записываю. Это моя студия звукозаписей. Вот так вот она выглядит. Вот так у меня пошел кондиционер, его недавно повесили. Все никак не закинуется до розетки. Провод. Я хочу рассказать о полезных вещах, которые должны быть в доме. Первое, это ковер, ковролин, который просто, просто классная вещь. У нас его не было, когда мы купили квартиру, заехали, был только ламинат. Ой, как его, ламинат, линолиум, я всегда путаю. Был только ламинат. И это жесть. Ходишь постоянно в тапках, скользишь, чуть ли не падаешь. Ну, я думаю, все знают что-то такое. Мы купили ковролины во все комнаты. И это вообще пушка. Потом, ой, да ладно, типа вы не делаете вот так вот вещи не кидаете. У меня тут даже носки есть. Вещь очень классная. Это робот-пылесос. Я всем советую купить робот-пылесос, потому что, смотрите, вот, вот что он делает. Он пылесосит за вас, делает грязную работу за вас. И, смотрите, это за, наверное, один или два раза. Просто, просто капец, сколько у нас пыли в доме. Он стоит на автоматическом режиме и выезжает каждый раз и, каждый раз в сутки и пылесосит. Классная вещь. Советую. Стоит, наверное, сейчас тысяч тридцать рублей. У меня там второй сейчас катается. Здесь мне застрял. Катается где-то левевка. Левевка, левевка. Это пунька-пунька. Вот короткие. Да, там второй катается. Я его закрою, пока тут буду записывать ролик. Так, потому как здесь вот порожек, в общем, они иногда сложно через него перебирается. Хотя два пальца, как вы видите, иногда перелезает, иногда не перелезает. Я вам также советую приобрести увлажнитель воздуха. Очень полезная вещь, особенно, когда у вас в доме дети или люди. Сюда воздух всасывается. Сейчас покажу. Листочек возьму. Вот листочек. Кстати, мой распорядок дня. Давай, фокусируйся. Подъем в 9 часов. Отбой не позднее 23.00. Ну, как минимум лечь. В 10.00 за работу. Конец работы в 19.00. Минимальный доход в день 120 долларов. Минимальный доход в месяц 3000 долларов. Ну, это с ютуба чисто. Минимум три ролика в неделю. Три ролика в неделю. Что-то я их пока не делаю. Ну, по крайней мере, на основной канал. Так, увлажнитель. А, листок. Так, увлажнитель воздуха. Здесь воздух всасывается. В общем, он всасывается. А здесь выбрасывается уже воздух, уже увлажненный. Такой маленький кондиционер. Сюда заливается вода. Там немножко воды осталось, но я сейчас вытянул. Вот. Сюда в бочочек заливается вода. Туда она по капельке, вот тут такой нибелечек есть, нажимается и вода капает. Сейчас покажу. Вот так, как нажим. Ух, ех, красит. Вода попадает в такой вот отсек уже внутри вот этого вот бачка. 7 литров, то ли 8 литров воды. Крутится такой барабан. Больше ничего здесь нет. Все естественно и безвредно. И этот барабан мокается в воду, и вентилятор, оно обдувается. И этот увлажненный воздух попадает в комнату. И отсюда у вас не будет пересушенного носа. Он работает очень тихо ночью. И, в общем, всем советую. Дальше. Ко мне приходил недавно Миха в гости. Он говорит, о, вы купили вторую стиральную машинку? Ой, да типа у вас такого типа нет. Ну, кстати, я полотенца повесил для наглядности, чтобы вы понимали, что... Что, 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 что у вас то же самое? Я думаю, примерно всякие полотенца там после стирки висят на дверях. Говорит, вы готовитесь там, типа, скоро тут будет... Говорит, готовитесь, купили вторую стиральную машинку. Говорю, да нет, это не стиральная. Говорю, это сушильная машина. Он говорит, а что это такое? Говорю, Миха, ты что, тебе почти 30, и ты не знаешь, что только сушильная машинка? Вот это стиральная машинка. Вот это я. И дальше. Стиральная машинка постиралась. Вы берете мокрые вещи, кидаете в сушильную машину. Вот как в Америке говорят, что у них там есть стиральная машина и сушильная машина. Сушильная машина высушивает часа за два, за три вещи. Вы просто обалдеете, даже после первого раза, какие вещи становятся мягкими. Вот обычное полотенце. У вас же есть тоже полотенце. И вспомните, какие они становятся реально жесткими после того, как они постираются. Пару десятков раз. Сушильная машина их распушивает. Здесь вот есть даже шерсть распушить. И они становятся вещи буквально вот как новые. Реально обалденная штука. Это раз. Второй момент. Я как-то на ютубе посмотрел. Думаю, что такое сушильная машина? Прикольно. Смотрите. И купил. Купил ее за примерно 53 тысячи рублей. Стиралку, кстати, за 30. Она стоит даже дороже. Она подключена только в сеть. Тут нет никаких подсоединений, ничего. Только вот в розетку. И все. Вода, которая с влажных вещей отделяется, попадает вот такой вот резервуар для воды. Скапливается примерно с одной стирки, ну, несколько литров. Это мы пока кинем здесь. И пойдем обратно. И еще очень важный момент. Этот отсек в себя примагничивает вот такие вот катышки. И смотрите. Вот это вот я специально не выбрасывал после одной сушки вещей. Вот это вот катышки после обычных вещей. Каждый раз. Представьте, сколько на ваших, извините, трусах, на ваших полотенцах вот такого вот, таких вот катышков. Не знаю, как их еще назвать. В квартире реально стало меньше пыли. И у вас никогда не будет вот такого вот, такой жести по всей квартире. Вечно полотенца висят на дверях. Весь балкон увешан трусами. Ну, это как-то прошлый век уже. Дальше, что я хочу сказать, чтобы вы не покупали. Вот сейчас там типа стало модно рекламировать вот такие вот штуковины. Очиститель воздух. Такая бандура высокая. Ну, я не советую абсолютно, потому что толку с этой штуки нет никакого. Здесь по бокам всасывается воздух. Всасывается воздух. Вот здесь вот есть такой барабан. Барабан, вылезает. Воздух здесь проходит, фильтруется через вот эту вот штуковину. Она на самом деле очень большая, ну, почти по локоть. Пыль остается здесь, и тут вентилятор, как вы видите, работает вентилятор. И выбрасывает чистый воздух. Ну, нифига, не выбрасывает, нифига, там почти не чистит. А, не чистит. Смотрите. Сейчас я выпру. Не, надо брать. Берите. Классная вещь. Это мы украсили, ждем там одного человечка. Вот тут живет второй роботопылесос. Он куда-то уехал на работу. Не советую покупать домашний тренажер. Потому как на нем будут висеть полотенца. Кто там хотел? Не, ну это не покажу. Все. Вот так вот живет канал Миллионник. Вот так вот он работает. Вот так вот он мучается. Вот такой у него кондиционер, увлажнитель и шмотки. Аплодисменты.